В Екатеринбург прибыла Великая Святыня. Десница святителя Спиридона Тремифунского впервые посетила Урал. Ковчег с мощами накануне вечером прибыл в аэропорт Кольцово в сопровождении греческой делегации из 11 человек во главе с митрополитом Керкеревским, Поксийским и Диапоксийских островов Нектариям. В Кольцово гостей со святыни встретило духовенство Екатеринбургской митрополии под руководством митрополита Екатеринбургского Верхотургского Кирилла, екатеринбуржцы и гости города. Я хотел бы принести сердечную благодарность вам, дорогой владыка, за то, что вы лично сегодня не только благословили прибытие святыни, но и сами ее привезли сюда и надеемся на то, что краткое пребывание на Урале будет для вас добрым, благополезным, утешительным и спасительным для всей той паспы, которая сегодня вместе с вами молится на Урале святителю Спиридону. Десница пребывает в России уже в третий раз. До этого она побывала в Краснодаре и Москве. Сейчас же верующие жители Урала и паломники из окрестных регионов впервые смогут поклониться мощам святого Спиридона. Святитель Спиридон Тримфонский из тех святых, которым вращаются люди не только верующие, но и невоцерковленные. И не даром, ведь святой помогал всем нуждающимся при своей жизни и помогает сейчас в вопросах, связанных с финансами, с бизнесом и работой. Сейчас Десница святого отправится в храм на крови, где до 14 октября будет открыт круглосуточный доступ для всех желающих поклониться великой святыне. То, что святитель Спиридон не похож на остальных святителей, становится понятно даже после первого взгляда на его икону. Древние святители чаще всего изображаются с непокрытой головой, а вот у Спиридона на голове шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот удивительный муж, а когда воля Божия привела его на епископскую кафедру, то свой образ жизни святой не поменял. Крестьянская еда, воздержанность в быту, доходящая до бедности, пастушеская шапка – все это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутреннее богатство благодати, которое носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать имена великих пророков. Будем просить всем нам, всех необходимых нам благ в этой жизни и твердо верить в то, что святитель Спиридон, будучи сам, абсолютно верующим человеком, и нам придаст эту огромную силу, силу веры в нашего Бога, который так милостиво сегодня посещает нашу святую землю. Поздравляю всех вас с этим праздником. Поздравляю каждого, кто сегодня находится в этом святом храме с этим священным событием. И надеюсь на то, что это время будет для всех для нас благоприятным и спасительным. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok